С 1 января 2019 года все медицинские организации перейдут на безбумажный формат ведения документации. Это будет составляться в виде электронных амбулаторных карт истории болезни. Кроме того, врачи перейдут на выписку электронных рецептов. Согласно поручению президента Республики Казахстан, к 2020 году планируется охватить все население страны электронными паспортами здоровья, которые будут содержать в себе полную информацию о состоянии здоровья пациента. В нем должны быть не только базовая информация о здоровье человека, группа крови, непереносимость лекарственных средств, диспансерный учет, но и вся информация о полученном лечении, истории болезни и состоянии здоровья. Такой паспорт будет играть ключевую роль в информационной системе обязательного социального медицинского страхования и станет своего рода элементом контроля и качества оказания медицинских услуг. Цифровизация казахстанской системы здравоохранения реализуется как отдельная инициатива в рамках послания президента и государственной программы «Цифровой Казахстан». До конца нынешнего года запланировано внедрение единой интеграционной платформы, в рамках которой каждый гражданин Казахстана будет иметь свой паспорт здоровья. С начала 2018 года система безбумажного здравоохранения в пилотном проекте запущена в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. А с января 2019 года все организации здравоохранения страны перейдут на электронный формат работы. В нашей клинике есть программа «Стационар», в которой мы работаем в течение уже года. Эта программа очень нам помогает в плане экономии времени. Я могу лишнее сэкономленное время оказать пациенту внимание. Экономия – это в том плане, что мы сначала пишем первичный осмотр, в последующем мы пишем обоснование предварительного клинического диагноза и предоперационный пикрис. Когда мы пишем обоснование, мы анамнез указываем, предоперационный мы дополнительно указываем методы исследования. Нам не приходится дополнительно делать копию записи осмотра, когда она автоматически уже дописывает. Это очень удобная программа в этом плане. Я доволен, я экономлю время, я могу подойти сэкономленного времени, пойти к пациенту, поговорить, уточнить, больше внимания оказать. Бывает, когда нюансы у пациента требуют большего внимания. Я не трачу столько времени, как я трачу до этого. В этом плане программа удобная. Цифровизация здравоохранения является необходимым условием для развития медицины, но и основным фактором экономического и общественного прогресса. Я могу посмотреть, что написал врач до меня. Я могу посмотреть, какие анализы были. И эти анализы в течение года я могу посмотреть. Когда он сдавал ПСА крови, пациентам с раком предстательной железы, когда он 3 месяца назад какие результаты были, полгода назад какие результаты были, я могу просто посмотреть это в программе. Второе, очень удобно то, что в эту программу убили согласие. Нам не приходится открывать бланки, записывать ручкой. Мы просто нажимаем на пациента, нажимаем печать, и там выбираем список, что именно тебе, какое нужно согласие или какой нужен документ. Мы их просто открываем и распечатываем. Думаю, это такая удобная программа. Государство посредством цифровизации здравоохранения планирует увеличение производительности труда медицинских работников и повысить удовлетворённость населения медицинскими услугами. Сегодня около 70% времени медицинские работники тратят на заполнение различной бумажной документации. В перспективе время на это сократится как минимум в два раза. У врача будет больше времени на пациента. Цифровизацию мы начали внедрять во второй половине 2017 года. Была проведена большая подготовительная работа. Мы проанализировали потенциальных поставщиков на этом рынке. В результате выбрали медицинскую информационную систему, которая скоординирована с республиканскими порталами Министерства здравоохранения. На сегодняшний день она уже внедрена в стационарах, уже провели обучение персоналу. Каждый пациент из приёмного отделения будет внесён в эту систему. Потом их будут распределять по отделениям. Там есть медицинский пост, комната для врача. Сейчас весь медицинский документ и оборот уже переведён в электронный формат. 14 сентября 2017 года Министерство здравоохранения Республики Казахстан и компания IBM подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого запланировано внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Совместно с ЮНИСЕФ разработано мобильное приложение в рамках проекта «Патронажная медсестра», предназначенное для патронажного сестринского обслуживания матери и ребёнка. Медицинские информационные системы автоматизируют и повышают эффективность внутренних бизнес-процессов от записи на приём до расходования лекарственных средств. Накопленная в единой компьютерной системе информация обеспечивает поддержку принятия клинических решений через доступ врача к данным о пациенте. Кроме того, посредством медицинской информационной системы пациенты могут, не выходя из дома, записаться на приём, получить доступ к результатам исследований и рецептам. В конечном итоге это ведёт к повышению прозрачности, контролю использования ресурсов и поддержке принятия решений на уровне организации здравоохранения. Когда были автоматизированы все процессы, начиная от регистрации пациентов, прохождения поликлинического амбулаторного приёма стационаров, операции или химиотерапии или использования сложного оборудования, оно выстроилось в чётко очерченную, выстроенную клиническую и бизнес-процессы. В онкологическом центре все почувствовали, что весь коллектив отвечает за данного пациента от начала до конца. И это трудно было врачам перейти на такую систему, но вместе с тем врачи усвоились и в настоящее время вся система лечения, отслеживания, введения пациента, можно сказать, что очень чётко прописана. И работает вся система как часы. И вот это очень важная часть достижения информационной технологии. При этом информационная безопасность – это ключевой аспект процессов цифровизации. Конфиденциальность персональных данных охраняется законодательством страны. Резервная информация будет храниться на случай того, если боевой сервер выйдет из строя. Данные не могут быть потеряны. Одним словом, защита данных является приоритетом. В рамках проекта «Цифровой Казахстан» в Министерстве здравоохранения были разработаны 6 компонентов. Медико-статистическая система. Система управления качеством медицинских услуг. Система управления лекарственным обеспечением. Система управления ресурсами. Система мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации. Система управления финансами. В настоящее время, по данным Министерства здравоохранения, охват медицинских организаций информационными системами составляет 75,5%. В 2,5 раза повышена оснащенность больниц компьютерами. Доступ к интернету имеют 56% медицинских организаций страны. На сегодня эта программа полностью охвачена, начиная с регистратуры поликлиники, приемного ПФ, все кабинеты поликлиники, лабораторные подразделения, диагностические подразделения и все подразделения стационара. Также в этой системе аптека охвачена комната централизованного разведения химиопрепараторов. В процессе разработки этого программного продукта параллельно на каждом этапе было обучение специалистов. За последние десятилетия сфера здравоохранения пережила немало реформ, основная цель которых – доступная и качественная медицина для каждого жителя страны. Внедрение информационных технологий в медицинских учреждениях является частью программы «Цифровой Казахстан». Как отмечает президент страны Нурсултан Назарбаев, модернизация систем здравоохранения – это здоровье нации. А здоровье нации – это часть конкурентноспособности нашей страны в мировом пространстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова